После этого видео ваша жизнь не будет прежней. Население нашей страны в долгах. Каждый день мы получаем сообщения с тревогой, как нам быть и как нам жить. Дело в том, что все больше и больше наших сограждан попадаются на агрессивную рекламу и заманчивое предложение. Особенно в группе риски находится наша молодежь. В этом видео вы получите бесценную информацию и оружие, как защитить себя и своих близких. Поехали! Главные герои этого выпуска всеми известны Жегепарова и Усманова. Именно они заработали большое состояние на долгах наших сограждан. Это достигается благодаря слаженной процедуре взыскания. Именно об этом прямо сейчас. Первое. Работают коллекторы. То есть они совершают отзвон должников и всеми правдами и неправдами пытаются забрать у вас последние деньги. Иногда действуют грубо, иногда угрожают привлечением к уголовной ответственности. Как итог, они просят, чтобы вы погасили задолженность прямо здесь, прямо сейчас, прямо в эту минуту. Шанар, да, я вам объяснила, да, до 6 есть у вас время. Как итог, микрофинансовые организации получают ваши деньги с помощью звонка и простого метода убеждения. Второе. Они обращаются к своим нотариусам и частым судебным исполнителям. Первые выносят исполнительную надпись, вторые возбуждают исполнительное производство. Как итог, пачками тысячи наших сограждан становятся должниками по исполнительному производству и их счета опустошаются прямо в эту минуту. А что так можно было что ли? В этой ситуации человек предоставлен самому себе. Он не знает куда обращаться. Государственные органы не занимаются такими вопросами. Нанятие юриста адвоката они не могут, потому что их услуги стоят в разы больше, чем та сумма, которую с него только что взыскали. Как итог, он просто-напросто с этим соглашается. И все мы смотрим и молчим. Ну и третье, на которое я хотел бы обратить ваше пристальное внимание, это суды. Суды, которые как слепые котята, получая иск о взыскании, выносят по таким делам решение. Миллиардерша Жигапарова это поняла и по одному займу одновременно начинает подавать разные иски. Вот Исильский районный суд 20 октября 2020 года принял иск от Жигапаровой к Сабдембековой Айжан. Определение вынес судья Салимов. Вот Алматинский районный суд принял такой же иск от Жигапаровой 13 октября 2020 года. Определение вынесла судья Рахметулина. Вот снова Исильский районный суд принял иск от Жигапаровой к Айжан на взыскание задолженности. Через месяц у Жагупаровой на руках уже было первое судебное решение о взыскании в ее пользу 92 810 тенге. Беспредел, как так можно, скажете вы. Подождите, гляньте сюда. 30 марта 2021 года Медеевский районный суд города Алматы. Все по тому же спору Сабдемди Кавайайжан подает иск в отношении микрофинансовых организаций и одерживает победу. Суд решил исковые требования Сабдемди Кавайайжан удовлетворить и признать договор займа, заключенный между Айжан и Туофинкап, недействительным. Стороны были приведены в первоначальное положение. Я понимаю, что это мелочи жизни, маленькие проблемы, которые вовсе не интересуют наше государство, но такие шарашкины конторы ровно этими пользуются. Иными словами, это грабеж бедного народа среди белого дня. В ближайшее время мы применим свой опыт и все свои усилия для того, чтобы создать прецедент и отменить незаконное решение Сильского районного суда. Ну и в конце, друзья, мы просто вынуждены были сделать такой выпуск и показать вам пример из жизни. Разъясните вам на примере, как у одного человека вместо одного займа может появиться два займа, а то и больше. Делитесь этим видео, защищайте свои законы и интересы в рамках правового поля, ставьте лайк для продвижения данного видео. Не прощаемся и до скорых. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok